Известные предприниматели о том, как заработать большие деньги. В проекте «Капитал. Карл». Здравствуйте, здесь Дмитрий Гаврилов и главный редактор проекта «Маркет Медиа» Дмитрий Грозный. Дим, приветствую. Всем добрый день. Каждую неделю мы задаем вопросы влиятельным предпринимателям о том, как стать такими же успешными, как они. Сегодня наш герой – это тот человек, кто построил крупную петербургскую сеть автосервисов и автомагазинов. Игорь Камалов. Игорь, здрасте. Дима, здравствуйте. И Дима, здравствуйте. Игорь, так как ваш бизнес непосредственно связан с автоиндустрией, никак невозможно не спросить, на какой машине вы сюда приехали? Которую я только вчера купил. Да? Майбах. И как? Впечатления? Впечатления я получил. Хорошая машина. Очень. Очень. Поскольку я езжу с водителем, я думаю, я много перепробовал, наверное, сейчас пока что никто не сравнится. Но вы такой автогурман? Каждый по-своему оценивает машину, кому что надо. Кто-то ценит другие характеристики. Мне важен комфорт. Ну, быструю езду-то не любите смотреть. Я быструю езду уже как бы полностью испытал, мне этого хватило. Теперь мне хочется комфорта. Я чтобы мог работать в машине, вести какие-то переговоры, писать что-то. Для меня это офис. С максимальным комфортом, чтобы мне было тихо, безопасно. А спорт, вот эти все гонки вы забросили уже? Да, я уже забросил. Было несколько травм. Но мне хватило. А какой это был спорт? Можно пару слов сказать? Гонки на выживание. Потом был более такой серьезный автоспорт. Трековые гонки, кольцевые гонки. Началось все с гонок на выживание. У нас была совершенно такая... Сегодня, оказывается, эта история неправодобна. Но когда мы только начали разбирать автомобили, в Питере впервые прошли эти гонки на выживание. И мой приятель их организовывал. Такой известный автогонщик Питера Виктор Балакан. Он меня пригласил. Я это посмотрел, влюбился. И я тоже захотел там участвовать. То есть сначала все-таки возник бизнес, а потом... Вначале возник бизнес. Прошло, наверное, несколько месяцев буквально. И я туда попадаю. И там как раз вот гоняли вот такие все разбитые, вот такие ушатанные иномарки. Там и Жигули. Я помню, у меня этого хлама полно на разборке. Почему мне бы не попробовать? Я построил первую свою Ауди-80. Тогда мы ее там... Каркад безопасности, дуги, спортивное сидение. Купил шлем, компетензон. И в первой своей гонке я занял первое место. Ну, дурачкам везет, новичкам тоже. А вообще, более сложная школа выживания – это бизнес или вот это гонки? На самом деле, Дима, это очень параллельные процессы. Они очень схожи. Я потом уже, когда оглядывался назад и смотрел, те навыки, которые я приобретал в бизнесе, они очень важны в автоспорте. И наоборот. Вот тот подход, который ты используешь в автоспорте, фактически ты его спокойно используешь в бизнесе. Многие вещи. Они важны. Та закалка, которая с автоспортом пришла, она мне пригодилась. Например, это быстрота реакции. И в том числе. И в том числе. И, ну, в первую очередь, это напор. Какая-то временная ситуация не должна тебя никаким образом расхолаживать. Она временная. Ты все равно валишь. Даже если отвалилось колесо. Ты все равно валишь. Вот независимо ни от чего, ты нацелен настолько на цели, вот ничего тебя не должно восстановить. Вот ничего. Ну, так может и разлететься машина, когда ничего не останавливает. Я в таком состоянии финишировал. Рассказать вам. А бизнес ваш находился в таком состоянии, в каком вы финишировали иногда? В разобранном совершенно виде. Да, находился. Фактически у меня отбирали бизнес. Это были девяностые времена. Это были девяностые. Ну, это уже после девяностых. В девяностые свои трудности, свои войны были. Рэки там. Очень жестко. Выживали. Лавировали между угрозами. А как вы вообще пришли к этому виду бизнеса, Игорь? Можно рассказать? А дело в том, что этому предшествовало 12 лет. Я был моряком в загранплавании. А в 88-м году нам разрешили возить автомобили из-за границы. До этого мы спекулировали все моряки. Кто чем может. Джинсами, коврами, махером. Извините за выражение. А вот потом стали машины возить. И какая была первая машина, которую вы привезли? Жигули. Жигули из-за границы привезли. Жигули. Да, да, да. Это моя первая машина, которую я восстановил. У нее мотор был в багажнике. Это была жигули двоечка. А это поддержанная была? Поддержанная, да. Если это экспортная модель, то она была, наверное, крутая. Да, экспортная модель. Я ее восстановил. На ней долго катался. А то есть вы сначала даже привезли ее не для продажи, а для себя? Я ее привез себе. Потом я накопил денег, купил следующую. Следующая, и так это все пошло. Дальше я уже совершенно четко, моя деятельность попадала под уголовную статью 88. Это было еще при Советском Союзе? Это Советский Союз. Поскольку рубли я конвертировал здесь в валюту, это валютные махинации. Но, тем не менее, мы на это шли. Спекуляция машинами. Я машины покупал, в отличие от всех остальных, я в непригодном состоянии покупал. Я шлялся не по салонам, я шлялся по свалкам. Выбирал. Я в десятки раз дешевле покупал. Я их приводил в порядок. Что-то прямо на судне приводил в порядок. То, что приезжал сюда, здесь и продавал. То есть, маржинальность моего бизнеса была в разы выше, чем у других. Мне это все понадобилось. Я понял, что это вообще такое. Я понял, что... Как выглядят разборки за границей, я там жил. Я находил там с ними общий язык. Я понимал вообще ценное образование, что это такое. У нас этого еще не было. Вообще запчастей не было. И когда я уже здесь ремонтировал машины, здесь запчасти купить было невозможно. Не из чего ремонтировать. Первые какие-то ларечки появлялись. И я понял, вот она ниша. У нас нету запчастей. Здесь надо делать разборки. Я вот с этого начал. Я все уволился в пароходстве. И все свои деньги, которые я к вам времени скопил... А это была сейчас сумасшедшая сумма. Сумасшедшая. Может, три квартиры, может, было бы 30 тысяч долларов. 30 тысяч долларов. Это я уже 12 лет накопил. Я на все деньги купил машин. Мы с друзьями, кто в самую группу вошел, мы начали этим делом заниматься. То есть, фактически, вы бизнес не просто придумали. Вы все руками попробовали, а потом... Я сам ремонтировал машины. Два года я сам их ремонтировал. Потом я взял себе слесарей на помощь, поскольку их стало много. Все сам делал. Сам продавал запчасти. Занимался ценообразованием. То есть, то, что там, за границей, шло в утиль, здесь все пригождалось? На том этапе, пока я плавал, я брал совершенный утиль. Там это восстанавливать никто даже не планировал. Ну, просто разница развития рынка в то время была намного больше. И это здесь была такая роскошь. Это просто совершенно невназимое. Вот, например, я помню, купил за очень интересные деньги в Англии Ауди 80. В прекраснейшем состоянии, с богатым салоном. Но у нее нет документов, естественно. Я привез железо сюда. Тогда еще в самом начале 90-х не было каких-то таможенных проверок. Вот я привез это железо сюда. Мне нужны были документы. Но она еще и праворукая. Я где-то полгода искал, когда появится. И, наконец, нашел такую же разбитую, в хлам разбитую совершенно. Ну, мне нужна была вот эта передняя панель с номерами. Все, вот это все. Я это все переварил, переставил. У меня получилась машина. Перекрасил нужный цвет. Все. Ну, вообще бизнес. Вот такими безумными вещами занимали. Сейчас даже это трудно представить. А руки сейчас вот. Они же руки помнят. Может быть, тянется опять что-нибудь такое сварить, перемонтировать. Может быть, старинные автомобили. Вот это самая такая важная угроза, которая любого собственника бизнеса все время преследует. Все, что в прошлом руки помнят, надо бить себя по рукам. Потому что тянется куда-то что-то поделать. А я не могу себе это позволить. У меня слишком дорого стоит время. Я много чего раньше делал, и мне хочется это попробовать. Я и дома строил, и много чем занимался. Хочется поделать руками. Да, в конце концов, когда я был еще управленцем в своем бизнесе, я когда еще управлял, мне тоже хочется поуправлять сейчас. Мне хочется побыть менеджером. А я сам себе уговариваю. Слушай, старик, уже все, ты уже не в той ипостася. Тебе нужно немножко по-другому. А для удовольствия что-нибудь типа делать? Ну, вот просто ради кайфа. Ну, ради кайфа можно другие вещи найти. Новые, которых еще никогда не делал. Тренировать тренированные мышцы, конечно, проще всего. Но есть много чего. Я, например, не катался на кайте. Вот у меня есть такая... Хочется попробовать как-нибудь поехать. Да, вот наш предыдущий гость, который был как раз большой специалист. Я и виндинсерфингом никогда не занимался. Тоже хочется попробовать. Игорь, есть вопрос, который я обязательно задаю всем гостям. Потому что все люди любят считать деньги в чужих карманах. Поэтому возникают... А я не люблю. Да. Ну, многие любят, поэтому так популярны разные рейтинги. Эти журналы с рейтингами. И вот в одном из рейтингов вы входите в число миллиардеров рублевых, петербургских. Трудно ли быть миллиардером в России? Я не знаю. Я себе это и не считаю. Это кто-то меня назначил таковым. Причем, когда я задал вопрос. Ребята, а как вы это посчитали? Мне принцип подсчета настолько некорректный привели. Очень сложно сегодня считать те ресурсы, которыми человек и бизнес обладает. Активы. Да. Особенно нематериальные активы. Сегодня самый главный актив, он совершенно нематериальный, которым я обладаю. Как его посчитать? Я не знаю. Сама идея, то программное обеспечение, та база данных, которыми я обладаю. То, чем можно сегодня торговать. А это, как вы посчитаете? И сам бренд. Наш. А когда он был придуман, кстати? Он был придуман в 90... В конце 95-го года. Вы сами придумали? Или это было какое-нибудь застолье? Я его сам придумал. Ну, мне очень тогда вот это вот Евроспорт, красивая заставочка шла. Она мне очень нравилась. Почему-то мы везли машину тогда европейские. Ну, как-то у меня это все сложилось. Потом мне его прорисовали. Мне картинка понравилась, как его прорисовали. И мы сколько? Лет 20 жили мы в старом написании Евроавто. И только вот у нас недавно был ребрендинг. Мы его перерисовали. Евроавто осталось. Хотя уже той смысловой нагрузки. Мы далеко не только европейскими автомобилями занимаемся. Уже смысла в нем не осталось. Это просто традиция. Напоминаю, что герой программы «Капитал Карл» сегодня это основатель сети автосервисов и магазинов Евроавто Игорь Камолов. Хочу спросить. Вот есть такая замечательная поговорка, что русскому хорошо, то немцу смерть. Вот к чему это я? Ведь доходы людей в последние, согласно статистике, доходы россиян падают. То есть новые машины они покупают реже. Соответственно, не новые машины чаще ломаются. Их чаще чинят. Получается, что вы сейчас, Игорь, в шоколаде. Правильно? Если вы сейчас ведете к автосервису? Ну, к продаже автозапчастей, к автосервису. Вот этот бизнес же, он, по идее, должен хорошо себя чувствовать. Но если машина, скажем так, человеку, он ее не продал через три года, а ей уже там шесть лет или восемь, то, соответственно, наверное, потребности в запчастях растут. А новые себе люди позволить не могут. Этот вопрос требует более такого разделенного ответа, поскольку экономика автосервиса – это совершенно одна ипостась. А что касается продажи запчастей, это вообще другое. Это целый мир. И этот мир делится на новые запчасти ЕБУ. Поэтому, если вы хотите, мы по чуть-чуть обо всем поговорим, или мы к чему-то одному все-таки стремимся? Давайте отделим мухи от катклет. Начнем с того, что как бизнес-автосервис, он практически имеет нулевую рентабельность. Это как некое условие. В сегодняшнем нашем российском мире сделать его прибыльным. Вот у нас из, так сказать, 15 автосервисов только 10 еле-еле рентабельно. Еле-еле совокупно, допустим, если мы за год берем, они какую-то прибыль перенесли. А так, ну, где-то близко, в районе нулера. Тогда зачем вы расширяетесь, превращаете свою сеть в федеральную? Сейчас я поясню, потому что никто, никакой сервис не живет, он просто сам по себе. Сервис – это инструмент продажи запчастей. Через сервис идут запчасти. Изначально нашей концепцией была попытка максимально выгодные и удобные условия оказать клиенту. То есть, чтобы он в одном месте получал и сервис, и запчасти. Мы вот с этой доктриной всю жизнь вот так вот и идем. Мы предлагаем максимальный выбор. Для чего это человеку? Потому что, когда он в одном месте ремонтируется, а в другом покупает запчасти, нередко что-то происходит. И запчасть не подошла или неправильно поставили, возвращается человек с претензией. И вот тут начинается уже футбол. Те, кто ставили, делали ремонт, футболят. Ой, это мы здесь ни при чем, запчасти не такие. А те говорят, это они безрукие и неправильно поставили. Человек всегда в минусах. В нашем случае мы несем ответственность за все, и любая претензия нами будет принята. Поскольку мы и сервис, и запчасти не представляем. Вот в этом плане человеку удобно. И мы на этом стоим. Да, мы зарабатываем на запчастях, но с запчастями сегодня сложно. Запчасти везутся из-за границы, они растомашиваются. А мы знаем, что происходит с курсами. Так или иначе, все время курсы растут. Покупательная способность нашего потребителя не растет. Поймите. Не готовы люди платить пропорционально росту курса. И, соответственно, мы видим, в целом, люди покупают меньше. Люди по-другому относятся к своему автомобилю. Они латают его сами. Они выкатывают его вдрызг. Там, где надо ремонтироваться, мы предлагаем, вот, приезжай, делаем диагностику. Тебе надо это, 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 это. А человек говорит, а вы сделаете мне только самое-самое на эту сумму. Только самое-самое. Хотя он тоже понимает, что на такой машине нельзя ехать. То есть, люди к какому-то к обнищанию идут сейчас. То есть, с автосервисами все не слава богу, а продажа запчастей. А я про продажи-то и говорю. Отсюда продажи, то, что произвучало в шоколаде, не очень-то. В шоколаде. Нету денег. Нет шоколада. Нету шоколада. Вот нет. На чем же вы зарабатываете? Автосервисы вновь. Нет, послушайте. Мы зарабатываем, естественно. Мы зарабатываем. К нам вливаются все больше и больше. Вот такого шоколада, который был в 90-е, когда вот маржинальность бизнеса была потрясающая совершенно. Сейчас норма рентабельности. С другой стороны, в 90-е люди смогли действительно сами ремонтировать автомобиль, потому что это российские машины, но всем понятны. А сейчас с современной начинкой и кучей электроники, ну, не всякие и полезут. Ну, есть у них, которые лезут. Что потом только получается, неизвестно. А вообще, срок владения автомобилем, насколько он сейчас увеличился? Увеличивается. Мы это видим. Срок владения увеличивается. Ну, вот в среднем, вот по вашему наблюдению... А мы такой статистики не проводили, но... Ну, для иномарки и для отечественного автомобиля. У нас такой статистики мы не ведем. Наверное, можно ее почерпнуть, но нет. А вообще-то, вот Евроавто, я там почитал, что вы пишете на своей странице в Фейсбуке и так понял, что как бы вливаются под ваш бренд новые предприниматели. То есть, ваш бизнес сейчас, это такой кооператив, в котором работают как бы независимые предприниматели, условно говоря, как финская валио, или вы продаете франшизу, и это вот классическая франшиза, там, как у Макдональдса. Классическая франшиза, да. И я собственника основных понятий, входящих в эту франшизу, я основной вот это вполне выгодоприобретатель. Я вот, то, что я вам уже рассказывал, я стараюсь как можно дальше уходить от управления всеми бизнес-процессами. Они совершенствуются, доводятся до определенных вот стандартов, стандарты прописываются, и они тиражируются. Но это произошло, вот этот переход к франшизе произошел в тот момент, ну так совпало. Совпало так, да. С пожаром, который случился на вашем складе в Парнасе. Сгорело все, насколько я понимаю. И вы оказались, сколько там было убытков? По-моему, несколько сотен миллионов, кажется. Да, там достаточно приличные убытки. Я читал цифру 720 миллионов. 720. 720 миллионов, это потерял та компания, то есть нам все новые запчасти поставляла одна компания. Все новые запчасти, которые снабжали всю сеть Евроавто новыми запчастями. Вот она полностью свой ресурс, он сгорел. Это 15-й год был. Да, и я потерялся сам объект недвижимости. Это был наш объект недвижимости. Вот он тут тоже сгорел. Он уже восстановлению не подлежал. Да все подлежит восстановлению. Вот эти были потери, вот эмоциональные потери были колоссальные. То есть мы потеряли темп на какой-то момент. Но мы сумели, конечно, восстановиться со временем, но это серьезно. Компания тогда была в таком состоянии критическом. Нужен был какой-то оригинальный подход к решению. Нам повезло. Потому что если сгорела вся продукция. Да нет, не вся. И нечем торговать. Поймите. Сгорел поставщик. Нам повезло то, что мы были уже разделены. Мы состояли из полутора десятков автономных предприятий, которые жили сами по себе. Мы перестали брать из запчасти у этого поставщика. Конечно, там у нас свои финансовые отношения. Там были авансы уже проплачены. Да, это были наши потери. Но все предприятия стали брать у других поставщиков. Их же миллион. Ясно. А соотношение новых запчастей и БУ запчастей, которые вы продаете, как оно меняется за последние годы? То есть, может быть, теперь люди, раз они экономят, значит, они новых запчастей и должны меньше покупать, по идее. Дима, я сейчас расскажу. Начинали мы, естественно, только с БУ. Новые запчасти в нашу ассортиментную линейку стали поступать, наверное, года только через три. После начала нашей деятельности по чуть-чуть, по чуть-чуть. Мы понимали, что клиенту нужны какие-то вещи абсолютно новые, которые старыми не заменишь. Там всякие сальнички, прокладочки, подшипнички. Вот эти старые вещи не стали. С малого начиналось, потом все больше и больше. На сегодняшний день, конечно, объем продаж новых больше, чем был в разы больше. И это вытеснение идет. Никуда не денешься. Связано еще с тем, что не купить БУ машины за такую цену, чтобы продавать здесь дешево в запчасти. Есть определенная экономика вот этого бизнеса БУ запчастей. На сегодняшний день это у нас все считает алгоритм. Он понимает, вот если я хочу купить эту машину, он понимает, за сколько я продал предыдущих там 10. Сколько запчастей, потому что все запчасти прописаны, он мне рекомендует цену. А мне за эту цену уже не взять эту машину. И начинаются такие вот уже пограничные вещи на грани выживания, на грани рентабельности. Игорь, вопрос про автосервисы. Вас очень часто обвиняют в том, что в евроавто оказываются машины угнанные, которые там разбирают на детали. И позже эти детали продаются. Мне кажется, это вообще неизбежный разговор. Это понятно. Поэтому есть такие обвинения, но хотелось бы, чтобы вы прокомментировали. С удовольствием прокомментирую. Ну, когда в таком количестве, как мы разбираются машины, несмотря на все те барьеры, которые мы ставим, чтобы, не дай бог, нам не попала машина с мутной репутацией, такие случаи бывают. Настораживает такой факт. Вот все последние, ну, наверное, последние два года не было таких событий, но все предыдущие приходят к нам машины, мы ее принимаем, принимаем по тем стандартам, которые у нас есть. Мы, естественно, паспортные данные сдающего, его принадлежность к этой машине, документы на автомобиль, мы проверяем, там, не перебиты или ничего. Вроде все нормально. Машина принимается. Через какое-то время бах. Накат, маски-шоу, отдел по угону, камеры. То есть, такое ощущение, что все подготовлено. Ну, как так быстро можно развернуть такую операцию из разных ведомств? И вот все начинается. Да, оказывается, номера перебиты, документы липовые нам подсунули. И вот начинается... Первое, что делает это шумиха. Сразу вся пресса об этом прокричит, что вот, мы причастны. А потом это как-то все стихает, поскольку мы показывали, ребята, вот мы купили. Вот смотрите. Вот этот человек, который нам сдал. На основании чего мы должны были сделать вывод, что она в угоне. Мы обязательно пробиваем. То есть, мы на момент приема пробиваем. У нас есть каналы, по которым мы можем посмотреть, есть ли эта машина в угоне. А что это? Это происки конкурентов, когда вот такие маски-шоу проводятся? У нас только версии могут быть, догадки какие-то. Я не знаю. А сколько вообще машин вот таких вот, которые разбираются, за год проходят через компанию? Примерно там, это сотни машин или, может быть, тысячи? За год? За год. Ну, чем я могу сказать, ну... Ну, там, раз запчастей много, соответственно, для этого надо много машин. Я боюсь ошибиться, но в месяц 200-300 машин, наверное, разбирается. В месяц. А вообще, как отличается рынок БУ автомобилей в России и в Европе, условно говоря? Вы, наверное, изучали. Там этот рынок больше, и он устроен по-другому или нет? Да я бы не сказал, что он по-другому устроен. У нас больше ценится то, что там не ценится. Вот если пойти на те разборки, которые там, там как-то это все... Вот как было 20-30 лет назад, как-то все это помойка. У нас все-таки... Мы ценим этот товар, который имеем. То есть он цивилизовался, у нас больше рынок. Вот особенно у нас Евроавто. У нас это все очень цивилизованно. Мы все вот это ценим. Вот то, как они относятся на этих разборках, это какой-то ужас до сих пор. Я не понимаю, почему. У них другой подход. То есть вам надо франшизу не только по России развивать, но и в Европу, чтобы цивилизацию туда принести. На самом деле... Где-то нужные части, я не очень понимаю. Я сейчас расскажу. Сегодня, точнее не сегодня, несколько лет назад, когда вот у нас в 15-м году очередной цены поползли, и мы поняли... В общем, нам не хватает здесь автомобилей, и цены здесь высокие. Мы стали везти оттуда еще. Там нам разбирают, нам везут, и мы стали лучше понимать, как там все это устроено. Поэтому могу абсолютно спокойно сказать, что у нас более цивилизованно, более все. — А почему вы, скажем так, не перешли на торговлю, а просто автоторговлю? Были ли такие мысли вообще-то или нет? — Таких мыслей даже и не было, Дин. — То есть там рынок слишком... Там выше конкуренция? — Мы научились делать вот это хорошо. Мы вот свою нишу заняли, можно было распылять силы. И идти там... У меня были возможности, там дилерские какие-то предложения можно было в свое время получать, давным-давно, еще в 90-х. Мы поняли, что вот этот бизнес нам дает большую перспективу, поскольку здесь мы имеем свою нишу, мы достаточно уникальны. Мы опережаем конкурентов. — А вы крупнейшая такая вот сеть в стране? — Мы крупнейшая сеть в стране, крупнейшая. Я полагаю, вот сколько... Я задал свое время вопрос, а в мире есть кто-нибудь подобный нам по масштабу, по подходу, по степени продвинутости в этом бизнесе? Мы не нашли пока никого. Может, это и есть, но на поверхности мы их не видим. — Может быть, просто русские — это такие бедные, которым легче отремонтировать, чем покупать что-то дорогое? — Ну, таких, знаешь, есть гораздо еще более бедные страны. — Это понятно, да. — Я не знаю, даже к счастью или к сожалению. — Нет, я не о том спросе говорю, который существует на поддержанной автомобиле. Я говорю о нашем подходе. Я вот книгу сейчас пишу о нашей истории. Какие-то главы я периодически публикую. — Об истории компании, да? — Да, как это все происходило. Ну, к тем бизнес-процессам и технологическим процессам, которые существуют внутри вот этого бизнеса, я никто не видел, чтобы так бы подходили. Вот, например, сегодня мы стоим на этапе того, что все более-менее сложные агрегаты проходят не только проверку при разборке, они проходят ревизию и восстановление. Например, принимаем мы там турбину, которая имеет определенный износ. Она тут же пойдет на производство, она будет восстанавливаться, новые подшипники, лапы, все. Чтобы предлагать клиенту восстановленное, качественное, с гарантией турбины. Если мы получаем ТНВД, он будет проверяться и восстанавливаться, чтобы клиент получал не кота в мешке, что там неизвестно, чтобы мы знали, что продаем. Хочется успеть про все поговорить. Вы сейчас сказали, что пишете книгу, но вы ведь, Игорь, уже давно не только предприниматель, но и писатель. И у вас вышло несколько книг, скажем так, про романтические отношения с прекрасным полом. Вот как вы к этому пришли? Можно рассказать? Это случайно получилось? Ведь случайно книжки не напишешь. Пришел я случайно, но шел долго. Получилось так, у меня как-то я заболел, долгий постельный режим, делать было нечего, а Мост привык что-то вот, что-то вытворять. И вот я навытворял сценарий. Я захотел снять фильм. Написал сценарий, дал одному режиссеру его почитать, потом другому. Начался вот этот какой-то процесс, и я потом понял, что сценарий я написал хреновенький, честно говоря, извините. Он не раскрывает всей сути того, что я захотел в него вложить. Сел за пояснение сценария. Пояснение сценария вылилось в роман. Я понял, что фильм я снимать не буду. Получился роман. А это ваш личный опыт? Или это все? Да, Дима, это мой личный опыт, скорее всего. На что еще человек может опираться? На фантазии, на личный опыт? То, что в романе... В конце концов, там кто-то... Мадам Бавария, это я? Сказано так и здесь. Конечно, это мой личный опыт. Очень хотелось много чего передать. Есть какие-то вещи, которые ты видишь не так, а где-то вообще принято, их оценивают. Хочется поделиться своим, потому что, кажется, твое оно какое-то особенное. Вот пришлось поделиться. А про что это? Потом уже вторая книга. Ты хочешь спросить, про что была книга? Да, потому что до нашей записи вы говорили о том, что это книга про секс. Это вторая книга называется про секс. А первый роман в двух частях, который называется «Игра». Я прослеживал долгую жизнь взаимоотношений мужчины и женщины. Очень сложное взаимоотношение, как они происходят. Я для себя взял такой нестандартный, который мне оказался трудным путь написания книги, когда поглавно здесь нет повествования от третьего лица, поглавно идет повествование от одного героя. То есть мы видим мир глазами и переживание одного героя, то есть от этого мужчины. Следующая глава – женщина. И так все чередуется. И самое интересное здесь является то, что какие-то моменты их соприкосновения я имею возможность в этом случае показать, как одно и то же видит мужчина, а как одно и то же видит женщина. Вот это было для меня очень важно. Какой-то гидем и пасан. А для кого рассчитано? Ну, это женский роман. А в книжках Довлатова многие герои узнавали себя, обижались на автора. Вот героини ваших книг узнают себя, и как они там к вам после этого относятся? Нет, слава богу, никто никого не узнал. Мне было много вопросов. Вот главному герою ты видишь себя? Ну, нет. Там совершенно оттепот меня, другой человек, не я. Остается мало времени. У вас еще ресторанный бизнес был. Да, да. Это такой факап у меня был. Почему факап? Почему так получилось? В свое время мы открывали филиал в Риге. У нас был филиал Евроавто в Риге. Я там часто бывал. И там есть потрясающий ресторан, точнее, сеть ресторанов Лидо. Недорогих ресторанов. Ну, это рестораны быстрого питания, относительно недорогие, но невероятно вкусные. Я влюбился в этот проект, я поставил себе цель, я нашел собственника этого бизнеса, я с ним познакомился, подружился, мы стали общаться, я сказал, что я хочу в Питере вот такую штуку замутить. Он мне сразу сказал, один ресторан у тебя не покатит, надо делать сеть. Чтобы это было выгодно. Чтобы это было рентабельно. Я загорелся. На объеме весь бизнес построил. Я купил у него технологию, и мы начали. Я нашел три точки в городе. Один ресторан мы построили, второй построили здание, третью землю купили, там тоже сейчас идет строительство. Если кто не был, это очень большие такие рестораны Лидо, то есть ближайшая аналогия, есть в Москве такая сеть грабли. Да-да-да. А почему не пошло? Оно пошло, оно больше года просуществовало. Убытка не было, но и прибыли тоже. Тогда зачем этим заниматься? И зачем этим заниматься? Я понял, что либо мне самому надо защитить рукава, я менял управляющих, от этого ничего не менялось. Надо было, как здесь вы сначала все прочувствовали, все машины собрали и разобрали, вот это был бы правильный путь, если бы, но я себе этого не мог позволить, у меня как раз бизнес находился в стадии реформирования, мне приходилось много времени уделять другим вещам, хотя ресторану я очень много посвятил, я как-то влюбился, мне очень хотелось самому кормить, в этом есть какой-то кафе, я люблю готовить, кормить людей, хочется как-то получать вот этот фидбэк довольных людей, но не сложилось. Есть еще один вопрос, который я задаю абсолютно всем, много таких стонов о том, что в России бизнес вести невозможно, вообще все плохо, надо валить, с вашей точки зрения, Игорь, молодой человек, который начнет сейчас бизнес в России, может ли он честно заработать миллиард рублей, без каких-то административных ресурсов? Давай мы, слово честно отсюда уберем, поскольку эта категория очень расплывчатая, и каждый трактует ее по-своему. Вот если абсолютно по закону, вот то, как прописано законодателями нашими, нет, это не получится, скорее всего. Но если где-то какие-то допуски, применять туда, конечно, в целом бизнес у нас до сих пор более маржинальный, чем на Западе, но и гарантии у нас меньше, рисков больше, ну это просто другой подход к бизнесу, конечно, конечно, любой человек может здесь себя найти и может заработать, много заработать. Мы вынуждены заканчивать, и сегодня нашим героем был основатель сети автосервисов и магазинов Евроавто Игорь Камолов. Здесь были Дмитрий Гаврилов, Дмитрий Грозный. Игорь, спасибо. Спасибо вам. Всем счастливо. Счастливо, пока. Известные предприниматели о том, как заработать большие деньги в проекте «Капитал. Карл». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова